Приветствую всех на канале Разносторонние Интересы. Решила сегодня немного поэкспериментировать с частотником, который недавно получил из Китая. Взял я вот двигатель. Двигатель это у меня от моего самодельного токарного по дереву. Здесь такая вот коронка стоит. Из советского патрона еще с этого в комплекте шел. С фрезера на термообрабатывающий станок. На циркулярку. Насадка такая. Я ее приспособил на двигатель за коронку, чтобы закреплять заготовку. Шипы там хорошие. Двигатель этот у меня сам от мотора, от насоса. Еще советского водяного насоса. Здесь был снержавейкий насос. Он у меня был без надобности. Надо было пилить доску. Это уже давно я его разобрал, этот насос. И такой вот двигатель. Он уже немного добитый. Уже отломал я ухо вот. Здесь отверстие было крепить. Я срезал я вот фланец этот. И получается, что когда поджимал, так сломал. Так, на двух болтах держался. Теперь на одном болте держится. Здесь чисто зацепливаю шайбой с этой стороны за эти вот штуковины. Волк полушается из-за цепи. Ладно. И на вибростоле использовал я его. Здесь прорези такие. На валу. С двух сторон. И ставил эксцентрики. Ну, в последнее время он стоял у меня на токарнике. На Позерову. У меня на канале есть видео. Там точил немного. Стоял на токарнике. И вот я вскрыл его вчера. Здесь оказалось уже треугольником все подсоединено. И выход троих обмоток. Я то нашел другой двигатель. Помощней. Этот, наверное, 0,75 кВт был. Я нашел. Помощней. Ну, там на шильдерской не читается уже. Ну, там на 383 выхода. Я его разобрал. Все. Оказались у меня обмотки внутри. Ну, буду пробовать вывести еще три конца обмоток. Потом прозвоним, где что. И помощней. Буду делать. Это собрался делать токарный поддерживающий станок. Более-менее нормальный. Ну, покуда для своего первого старого хочу подвести сюда шестотник. И поставить его на старый мой токарный. Покуда зима немного поташу. Подключил я, получается, вот это провод у меня от сети. А вот это уже к двигателю три провода пошло. Синий, коричневый и такой вот зеленый. Синий подключил я к выводу U. И этот коричневый выход V. А зеленый W. И, соответственно, на двигателе. Синий подключенный к обмотке U1. Это вот первая, она от вала здесь отмечена. Все, не попутано. Так что видно, куда подключать. Второй коричневый к V1 подключил. И зеленый к W1. Получается, по схеме треугольник. Он полностью подключен. Будем пробовать включать его сейчас. Немного там в настройках этих разобрался. Что к чему. Вот записал. Программа 0109. Окей. Выбираешь там задержка оборотов. Короче, 9 надо устанавливать. 0109. 01110. И 01111. Чтоб действовал это все дело. Задержка, разгон. И задержка на торможение. И программа 0103. Это частота. 0103. 0104. И 0105. В трех диапазонах там надо настраивать частоту. Чтоб она автоматически действовала потом в процессе. А настроим частотник на 100 Гц. На 100 Гц. Ну, буду я сработать, конечно, на статус. Никто не будет. Сейчас запустим, проверим. Я вот пассатиры. Попробуем вал притормотить. Ладно, буду включать я. Сей агрегат. Крутился. Затабло 0. Так. Резистор. Крайнее левое положение поставили вниз. Против часовой стрелки. Ну, запускаем. Пуск. Видим. Загорелись на ли. Это на частоту. И слышно вентилятор. Раскручивается. Раскручивается вентилятор, охлаждение. Там процессор этого. Делаем. А, пуск уже сделали. Так. Будем частоту поднимать сейчас. И смотреть за валами. Ну, видно. Вал не ровный. Зубчиками где видно. Крутиться начнешь сейчас. Вот поднимай частоту. Уже с 1.8 начинает крутиться. Два. Это маленькие такие обороки. Ну, таких, конечно, работать не будешь. Десять. Напомню, я его уже использовал на вибростоле. Использовал я этого. И на токарнике подземил. Этот двигатель. Так что уже подшипники немного посажены. Слышно. Шамотят. Добавляем частоту. Двенадцать. Вот на четырнадцати. Его что-то сильно колбасить-то. И пищить. Ну, это, наверное, из-за подшипников. Я думаю. Восемнадцать. Девятнадцать. Двадцать. Как-то непонятно работает. Вроде правильно подсоединил. Ну, на сорока вот нормально работает. Без всяких рейков. Наверное, подшипники всё-таки смазать надо. Сейчас вот сбавим. На двадцати. Попробуем тормозить его. Пассатижами. Так. Главное не докоснуться контакта. Чтоб не долбануло. О! Останавливаться. Ну, двигатель не мощный. На двадцати. С небольшим усилием таким. Притормаживается. И железо снимаем. Начинаем. Уже. Добавим вот. На тридцати попробуем. Что он покажет нам. Тормозится, короче. Не знаю. Или это скотник таки. Или просто что двигатель слабый. Ну, думаю, подзеро утащить. То, чтобы не затормозить так его. Вот больше оборотов слышно. Я полностью убавил. Это он уже сам сбрасываю потихоньку. Оп. Встал. Ну, обороты то набираю. Но что-то мне не нравится. Эээ. На усилие он то не очень. Чтоб тяговитый таки. Вот я пальцами на пяти легенько останавливаю. И даже килограмма Хай-2 режим всего лишь. На двадцати. На двадцати уже трудновато остановить. А, я стружка в палец залезла. Железная. Сейчас я включу. 50 Гц. И нажимаем реверс. Останавливается двигатель. И в обратную сторону. Набираю. Чтоб обратно реверс включить. Уже если после переключения первого. Жмёшь, он не действует. Чтоб переключить обратно, надо обратно нажать на пуск. Вот. На пуск нажимаешь, он тогда срабатывает. И начинаю я крутить в положенную сторону уже. Жмём стоп. Заглушили аппарат. И вот покажу по программах, настройках. Получается вот программа 0.1. Нажимаем мы на прох. Потом на окей. Получается 0.1.0.0. И здесь вот выбор. Вот 0.1.0.2. Это 0.1.0.1 кажется. И 0.1.0.2. Нажимаем на окей. Вот 100 Гц установлено. Нажмём вниз. Сейчас за 7 сети сделаем. Так. Чтоб не проскорчить. Это программа 0.1. 0.3. Так. Сейчас 70 сделаем. 70. Так. Нажимаем пуск. Это 0.1.0.3. Вот я сделал. Хотя и 70 набрали. Но всё равно получается у нас сотку догоняем. Заходим опять в программы. 0.1.0.3. Набираем 0.1.0.4. Окей. Опять здесь сотня стоит. Делаем 70 и сюда. Перегнал немного. Вот чуть-чуть что мне проскорчить. То, что когда держишь, да быстро пролетает. 0.1.0.3. Здесь потихоньку. Так. Нажали 70. На окей. Выходим. Жмём пуска 5. Надбираем. Надбираем.